Всем-всем привет, с вами Клеопатра. Сегодня мы поговорим с вами о двух новых супер-юнитах, которые появятся в игре уже в ближайшем обновлении. Также обсудим, какие еще войска можно будет увидеть в ближайшем будущем супер-отряде, и напоследок поговорим про загадочную тропинку и куда она ведет. Кстати, на прошлом ролике вы собрали более 3000 лайков, за что вам огромное спасибо. Я уверена, что в этом видео мы сможем собрать 2500 лайков, ведь именно лайки являются самой важной благодарностью для ютубера за работ над его контентом. Настолько же важны, как подписка и колокольчик, ведь без подписки меня смотрят более 55% зрителей. Так что, если ты один из них, не забывай исправить эту досадную ситуацию. Также у нас есть группы ВКонтакте с расписанием стримов, которые выходят 4 раза в неделю в 7 часов вечера по Москве и мой Инстаграм, где ты сможешь увидеть истории из моей жизни, свежие фоточки и поучаствовать в новом розыгрыше. Ну а теперь усаживайся поудобнее, ведь мы начинаем. Приятного просмотра! А если ты вдруг остался без ЛВК или вообще сидишь без клана, то могу посоветовать клан с немного пугающим, но интересным названием Проект Ад. Не бойся, там тебя не сожгут заживо, а наоборот будут только рады новым игрокам, начиная от пятого доунхола. Ребята хотят собрать большой и дружный коллектив, с которым можно будет играть большие КВ. Все условия для этого есть. Топы, которые помогут с донатом, активные сороки и глава, а главное желание развиваться в игре. Также за успехи донат или звезды в ЛВК ты будешь получать баллы, которые потом сможешь превратить в повышение в клане, либо же денежный приз. А тег клана Проект Ад находится, как всегда, в описании к этому ролику. А мы с вами тем временем поговорим про новых юнитов, которые появились буквально в последнем обновлении. И я говорю про Супер ВСК. На текущий момент их есть четыре типа. Это гоблин, бомбер, варвар и гигант. Однако самые внимательные. Мои зрители наверняка замечали, что если потянуть вот эту менюшечку Супер ВСК вниз или вверх, то там открывается дополнительное пространство. И это говорит о том, что туда будут добавляться новые Супер ВСК. Об этом всем в последний месяц очень много было различного контента, потому что нам официально показали вот такую картинку. А мы все думали и гадали, что же это за юнит. Хотя изначально можно было догадаться, что это будет Инферно Дракончик. Так, собственно, и получилось. Поэтому в ближайшем обновлении, которое, кстати говоря, будет уже в этом месяце, но дату пока неизвестно, стоит ждать как минимум одного Супер Юнита. Вот такого Дракончика. Однако также стоит отметить, что на одном из стримов, Дарьян, комьюнити менеджер Clash of Clans, на вопрос, какой юнит ему больше всего нравится, ответил, что ему нравится Супер Ведьма. Но на минуточку, Супер Ведьмы в игре нет. И это говорит о том, что, вероятно, в июне стоит ждать еще одного Супер Юнита, а именно Супер Ведьму. Как она выглядит, пока неизвестно. Это только мой, скажем так, концепт, мой вариант того, как она может быть изображена в Клэше. Но я думаю, что уже в ближайшее время будет какая-то информация о ней. Так что мы планы с вами подходим к тому, что, скорее всего, в ближайших обновлениях постоянно будут выпускать новых Супер Юнитов для того, чтобы полностью заполнить весь ряд аналогами Супер Войск. То есть будет Супер Лучница, Супер Шар, Супер Кабанна и так далее. В общем, все юниты, которые есть в Клэшов-Клэн, скорее всего, приобретут со временем свои аналоги в виде Супер Войск. Также буквально сутки назад прошел большой прямой эфир на 2,5 часа с Дарианом и Джастин или Джастин, не знаю, поправьте меня в комментариях, которая тоже, кстати говоря, является комьюнити-менеджером, но лично я ее никогда раньше не видела. Ну и, в общем-то, суть была в том, что автор канала, который находится в верхнем левом углу, задавал всякие разные вопросы. Там было действительно большое длинное интервью, но самое важное, что оттуда стоит знать, а именно то, что Супер Сел оставил несколько сюрпризов для ближайшего обновления, которое будет уже в этом месяце. Однако про них никто ничего не знает и никакой информации нет. Это говорит о том, что эти сюрпризы, скорее всего, связаны не с именно Супер Войсками, потому что о них они уже заявляли и мы можем предположить, что там будет, а связано с чем-то другим. Вопрос с чем же? Для этого давайте вернемся в игру и посмотрим на две интересные тропинки. Первая из них находится прямо рядом с бочкой, где улучшаются наши войска и приобретают на свои суперспособности. Тропинка ведет как бы в лес и там дальше теряется. То есть здесь все достаточно прозаично и похоже на то, что тропинка должна куда-то везти, но разработчики пока не знают куда. А вот другая тропинка, которая находится немножечко выше, чем торговец, она имеет значительно такую длинную линию, которая четко прослеживается вплоть до края экрана. Однако в дальнейшем тропинка теряется и никуда не ведет. На самом деле эта тропинка уже не один раз привлекала внимание игроков, потому что они не понимали, куда она может везти и почему она вообще есть в игре. И первое, что приходит в голову, это просто тропинка, которая помогает войскам уйти в клановую крепость. На самом деле отчасти так и есть, ведь когда вы заполняете запрос войсками, то ваши войска уходят именно по этой тропинке и в ней как бы растворяются. Однако такая версия мне кажется неубедительной, потому что делать ради этого целую тропинку ну как-то очень странно, потому что войска-то растворяются в начале ее, а у нас с вами есть большое и длинное продолжение. И это говорит о том, что скорее всего эта тропинка придумана еще для какой-то цели. Именно этот вопрос и спросили, задали разработчикам, вот эта дорога между торговцем и клановыми играми, когда они есть, к чему она вообще сделана и куда она ведет. На что они ответили, что да, это действительно не просто украшение и в ближайшем будущем нам придется ожидать какую-то сопутствующую информацию, сопутствующий контент, который будет напрямую связан с этой тропинкой. Однако тут же они сказали, что это не будет третья деревня. То есть мы не увидим с вами деревню, не знаю, пеки, варвары, еще кого-то. Это будет что-то иное. А вот что? Это уже нам с вами вопрос на засыпку. Так что пишите идеи в комментарии, как вы думаете, что это может быть такое. Возможно, именно это и будет являться сюрпризом, который они нам приготовили в июньском обновлении. Также напоследок хочу заметить, что эта дорога не всегда была в Clash of Clans. В те давние времена, когда еще не было ни торговца, ни клановых игр, ни уж тем более супервоск, интерфейс игры вообще выглядел вот таким образом, никакой дальней дороги не было. Дорожка маленькая, действительно, была, но ходила сразу в лес. Не было ни ограды рядом, не было ни значка клана, вообще ничего там не было. То есть, скорее всего, какая-то задумка у разработчиков появилась уже позднее, то есть не на начальных этапах. Поэтому они добавили дорожку и здесь могло быть два варианта развития событий. Первый вариант, у них тогда уже появилась какая-то задумка, которую они хотели позже реализовать. А второй вариант, они просто оставили себе возможность делать в дальнейшем обновление с использованием этой дорожки на основах тех идей, которые будут предлагать игроки. Потому что, безусловно, эта дорога действительно интересовала даже в тот момент времени, когда она была вот в таком первоначальном виде. Все равно люди даже тогда задавались вопросом, почему там какая-то тропинка, куда она ведет и что там дальше будет происходить. Тогда думали, что это будет вторая деревня. Ну, как мы с вами знаем, вторая деревня у нас по морю, через море проходит, то есть нужно на корабле уехать. Но, опять же, что будет там дальше, непонятно. И сам по началу игры этим вопросом, естественно, задавались игроки. Но я думаю, что, опять же, в ближайшее время мы уже об этом узнаем, потому что долго, очень долго мы ждем, чтобы понять, что же там все-таки будет находиться. И прежде чем перейти к подведению итогов розыгрыша, хочу поблагодарить спонсоров канала Redline, Dark Angel, Диму Корнюхина и Глеба Лукьянова за помощь и поддержку в развитии канала Клеопатра. Я люблю видеть, как в общественных местах люди улыбаются, глядя на свои телефоны, пишет автор этого мема, смотря на девушку, которая едет в автобусе, либо же в метро, смотрит на экран телефона и улыбается. Получили ли они хорошие новости, или это сообщение от любимого? Что может вызывать такую радость в эту минуту? Комментариев, как всегда, было очень много, но больше всего мне понравился комментарий от Лены. Поздравляем, пользователь Клеопатра поставил лайк под вашим сообщением. Пользователь Клеопатра ответил на ваше сообщение, и вот его содержание. Скинь номер карты или киви. Ну что, Лен, поздравляю, поставлю лайк под твоим комментом и присылай, пожалуйста, реквизиты для перевода тебе. Получаешь от меня приз 75 рублей. Ну а мы продолжаем дальше. Сидит девушка дома на карантине, в самоизоляции и гуляет на балконе. Слушайте, ну это прямо мой автопортрет. Так вот, видит она ветку дерева, которое тянется к ней в окошко. И на ветке всего лишь один единственный листик. Однако вдруг, откуда ни возьмись, появляется сразу очень много других листиков. Они как бы присоединяются снова на ветку, как будто они и не отрывались. А все дело в том, что перед этим она подумала, когда листик упадет, а вот продолжение закончите сами. И автор самого креативного коммента получит от меня приз 75 рублей на свой киви или же карту. А итоги мы подведем уже в следующем выпуске по Clash of Clans. Поэтому не забывайте подписываться на канал, прожимать колокольчик, чтобы не пропустить этот самый новый выпуск и узнать, что именно ты выиграл приз. И, конечно же, ставить лайк на это видео. Ну а я желаю вам удачи и пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!